Ольга, что с вами случилось в октябре 2015 года? Мы, я и двое моих детей, дочь Юлия, 13 лет, и Марк, двухлетний, поехали в Европу провести недельный отпуск, так как мы давно не видели семью, друзей. Вы были в Монреале, да? Да, мы жили, мы эмигрировали 4 года назад, и за это время только дочь с мужем были в Молдове, поэтому мы решили провести отпуск там и скооперироваться, кто мог из Восточной Европы приехать в Западную, мы решили за неделю их всех встретить. Провели замечательный отпуск, насладились, по окончании отпуска направились в аэропорт, и по дороге в аэропорт... Кто был за рулем? Я была за рулем, по дороге в аэропорт мы переезжали железнодорожные пути и столкнулись с поездом. Вы не заметили никаких сигналов, что поезд приближается? Дело в том, что память такая вещь, что она не сохранилась, и так как была серьезная травма черепно-мозговая, эти воспоминания вряд ли уже вернутся. Конечно, можно только порадоваться этому, потому что я не думаю, что было что-то такое, чего хотелось бы сохранить на всю жизнь, но факт в том, что мы не знаем, что произошло, и свидетелей не было, кроме проводников поезда, которые, по сути, видели уже саму аварию, то, как поезд протащил машину 100 метров и швырнул в деревья. То есть в момент этих 100 метров вы не помните, что с вами происходило в машине? Нет, у меня такой флэшбэк, моя память больше не воспроизводит ничего задолго, за 10 часов, наверное, до того, что произошло. Поэтому копаться сейчас или вспоминать, что было, чтобы найти ответы на вопросы, это все уже, конечно, мы делали, я делала лично, но это не помогает. То есть вы столкнулись с поездом, и он вас протащил 100 метров, а потом выбросила на деревья. А что дальше было? Очень оперативно сработали все спасательные службы, то есть прилетело три вертолета, потому что доложили, что состояние очень тяжелое, у меня была черепно-мозговая тяжелая, у сына средней тяжести, у дочери 9 переломов, у меня, кроме этого, была еще политравма, то есть травма конечностей. Это при том, что дети были пристегнуты? Дети были пристегнуты, ребенок был в автомобильном кресле, то есть все было согласно правилам, и даже более того, по итогам следствия, халатности в вождении, превышения скорости или еще чего-либо замечено не было. То есть реально мы не знаем ответ на вопрос, что случилось и как это могло произойти, но это реально что-то такое, чтобы ты встретился в одной точке с поездом, и такое столкновение было. Поезд, конечно, ехал не с маленькой скоростью, это было 100 км в час, это был региональный экспресс, поэтому протащил так много и кинул так сильно, скажем так. А вы помните момент, когда вы очнулись? Да, это было спустя три недели, я была в коме, и прогнозы были очень плачевные, потому что я приближалась уже к точке невозврата, когда мозг уже слишком долго был отключен, и прогнозы были, что может быть я буду овощем, скажем так, как мы это привыкли называть, либо что я потеряю какое-то из чувств. Ну, оказалось, что я пришла в себя и, в принципе, очень быстро, и очень быстро начала разговаривать, и мало было таких несуразных моментов, скажем так. Был, конечно, и чёрный юмор, были, конечно, и шуточки, что, в принципе, позволило моим друзьям заключить, что я та, которая была, вернулась быстро. А что здесь мне происходило в это время за эти три недели? Дети сначала были доставлены в один госпиталь детский, потом были переведены в разные, в зависимости от травм, потому что у сына только черепно-мозговая была, у дочери более ортопедического рода травмы. Мы были все в трёх разных больницах. Как вы держали связь между собой? Особенно маленькие, мужу только два года. Благодаря моим замечательным друзьям, которые, благодаря социальным сетям и связи между собой знали о том, что происходит. Моя подруга, которую мы, в принципе, и навещали в Австрии, она взяла выходные, она приехала на первое время, пока папа, который находился в Монреале, узнал, получил звонок от полиции, в принципе, о том, что произошло, и был в шоке, и не знал, что делать. Он должен был решить тут все моменты с работой, с квартирой, со всем. Пока он смог приехать, первые четыре дня, это была моя подруга, которая следила за детьми, приходила ко мне, буквально даже меняла мне подгузники. Сумасшедшая, колоссальная работа была. Они все переговаривались, созванивались. Подруга замечательная, моя Рита Грати, она была в Мюнхене. Был единственный человек, который был на месте, который бросила буквально всё и пожертвовала своей семьёй, и временем своими, и тоже буквально всю себя посвятила этому. То есть вот так мы первые дни пережили. Потом приехал, естественно, папа, он был больше с детьми, он следил за тем, что происходит, потому что нужно было и решение принимать, нужно было подписывать бумаги, то есть должен был быть официальный представитель. А решение типа какого рода решение? По лечению? По лечению, да, даже какие-то медицинские, плюс страховка, естественно. То, о чём мы, в принципе, должны обязательно сказать, потому что когда такого рода, такого масштаба авария происходит, если ты не застрахован, то, в принципе, наверное, то, что тебя ждёт после аварии, это будет вряд ли реабилитация. Это будут такие проблемы и морального характера, и финансового характера, что, в принципе, все твои проблемы только начнутся после аварии. А что за страховка у вас была? Страховка в данном случае у меня была от работодателя, скажем так, но тоже от меня зависело, выберу ли я страховку для отпуска, скажем так, как у нас это называется, travel insurance. Я, естественно, её выбрала. И когда я уже решила лететь в Европу, мне, соответственно, не нужна была специальная страховка. То есть у вас уже была страховка для путешествий? Да, потому что я об этом позаботилась заранее, я знала, что если мы полетим, то тогда мне не нужно будет искать страховое общество, я буду уже обладать этими сервисами по умолчанию. Поэтому она у нас, конечно, была. Ну вот каким образом сработала эта страховка? То есть что именно нужно было сделать, чтобы вот она начала работать? Начнём с того, что немецкие медицинские учреждения, они в первую очередь помогают. Независимо от того, есть у тебя страховка или нет, вертолёты высылают, тебя спасают, тебя чинят, собирают по кусочкам. То есть первая помощь, то, что включает в себя это понятие, это оказывается. Потом уже в конце решают вопрос, есть ли у этого человека страховка или нет, как будет обстоять с этим дело, как с него изымать, скажем так, плату за услуги и так далее. То есть у нас начало всё работать. У страховой компании, которая на американском континенте, от которой я получала услуги, у них было представительство, которое работало в Европе. Все счета, которые начали приходить за вертолёты, которые пугали кучу людей, потому что суммы были, конечно, нереальными. А что за суммы были, кстати? Я сейчас могу ошибаться, потому что уже и время прошло, и мы сейчас не были заняты этим, мы занимаемся больше реабилитацией, но суммы были 15 тысяч евро, например, за это. То есть у вас есть примерная сумма сейчас всего лечения, которое вы получили за границей, и вот что покрыла ваша страховка? Страховка покрыла абсолютно всё. Мы можем сделать столько, естественно, потому что мы не подбивали прям по евро и не делали конверт в американские доллары, в канадские доллары, но мы думаем, что это было где-то в районе полумиллиона евро, это минимум. Да вы что? Да, мы думаем, что даже больше. Сколько месяцев вы находились в Германии? Я лично была два месяца в Германии, дети были два месяца и неделю. Сын выписался раньше всего, потому что ему поставили шунт для дренажа, для эвакуации жидкости из мозга, и, в принципе, он пришёл в себя быстро, и его уже выписали. То есть он там у наших знакомых в Германии, у наших родственников. Он пережидал время, когда нас условно могут считать уже летоспособными. Чтобы вы могли вернуться в Монреаль. Да, потому что страховка взяла на себя и перелёт, естественно. То есть у нас были, у врачей были предпочтения, нас нужно было перевозить бизнес-классом, потому что мы были лежачие, и плюс у меня была черепно-мозговая, ко мне была приставлена медсестра, в принципе, и к моему ребёнку тоже. Медсестра постоянно проверяла saturation, как это называется, то есть кислород в организме. То есть вы в таком состоянии перелетели в Монреаль? Да, с медсестрой. То есть она постоянно измеряла мои характеристики. И вот все эти затраты, и медсестра, и бизнес-класс, они были все покрыты страховкой? И даже вот включительно сейчас ваша реабилитация, она тоже покрыта страховкой? Реабилитация, благодаря тому, что мы живём в цивилизованном канадском государстве, и тут у нас, скажем так, такая здоровая социальная система, она покрывает большую часть, я бы сказала, даже 97-99% затрат на реабилитацию покрывает обычная страховка, то, что мы называем Medicare. То есть если ты хочешь уже что-то большее, например, если ты хочешь выбрать частную палату, где ты будешь находиться один, и за неё приходится платить больше, порядка 100 с чем-то долларов, то это уже ты будешь либо разницу платить, либо твоя частная страховка будет доплачивать разницу. В любом случае больницы посылают запрос частной страховки, и они знают, какие у них маржи на то, чтобы покрывать то, что не покрывает Medicare. Ольга, вот сейчас надвигаются каникулы для большинства людей, и, наверное, услышав Вашу историю, они задумаются перед тем, как поехать в какое-то путешествие, нужна ли им эта страховка или нет. Вы буквально попали в точку, потому что совершенно без обиняков, я Вам расскажу ситуации, когда не просто близкие друзья, близкие друзья знают всё не понаслышке, даже знакомые звонят и говорят, мы вот раньше летали просто, мы даже не задумывались, потому что нам казалось, боже, ну что там пару часов, или, ну сейчас, конечно, американский континент, до Европы там лететь намного больше часов, но в любом случае люди все задаются вопросом, как же лететь без страховки, а вдруг что-то случится. Очень много людей благодаря этому случаю стали реально задумываться. И буквально даже на прошлой неделе позвонила подруга и говорит, мы летим в Молдову, со мной летят двое детей, где нам застраховаться? То есть, естественно, любые страховые компании, любые страховые агенты, у них есть полный спектр услуг, которые покрывают такого рода события, которые случаются, ты от них не застрахован, ты просто едешь отдыхать, ты едешь в аэропорт, через три недели просыпаешься, на тебе куча металла, у тебя не в порядке с головой, ты нащупываешь на себе шрамы, ты побритый полностью, тебя не узнаёт сын, поэтому мы и говорим о страховке. То есть тут перекликается очень много тем, чем финансовая тема, но если ты застрахован финансово, то ты можешь позволить себе реабилитацию, ты можешь позволить себе вернуться к детям, как мама, ты можешь позволить себе просто жить, не думая о том, что ты кому-то что-то должен. И вот это позволяет тебе чувствовать себя человеком и возвращать к тебе бывшего себя, потому что особенно после травмы головы ты не понимаешь, где твои пределы, ты не понимаешь, будешь ли ты функционировать так, как ты жил до этого. Был момент такой, когда мы только начали переговариваться с дочерью после травмы, и я её спросила, как ты? Она сказала, мама, ты знаешь, если сравнивать себя с умершим, конечно, супер, но если сравнивать себя с живым, ещё предстоит долгий путь. Она была очень права, этот путь, конечно, долгий, но в жизни есть такие ценности. В жизни семья, наверное, это самое главное отношение между людьми, и когда ты понимаешь, что ты в тяжёлой ситуации, и люди благодаря киберпространству, благодаря тому же Фейсбуку, благодаря современным средствам связи, но они объединяются, они посылают тебе вот этот позитивный посыл, который буквально вытаскивает тебя, наверное, с того света. Поэтому, наверное, самый главный месседж из всей этой истории, это то, что вы должны думать о том, что же это жизнь. Есть, конечно, обязательства, нужно очень серьёзно относиться к тому, как вы живёте, куда вы едете, застрахованы вы, что с вашим домом, может быть, он сгорит, может быть, там пострадают дети. Огромный спектр, но это всё вы делаете для того, чтобы поднять качество жизни. Качество жизни какое? Улыбаться своим детям, чтобы они были живы, чтобы они были рядом с вами, чтобы вы этим наслаждались. не думать о мишуре, не думать о том, что в каком доме вы живёте, как он выглядит, какое впечатление он производит, а думать о том, кто вы, что вы дарите своим детям, что эти дети могут подарить вам и что окружающий мир может дать вам и как может с вами взаимодействовать. Возможно, кто-то со стороны посмотрит и пожалеет вас и скажет, что вам не повезло. А что можете вы сами про себя сказать в отношении к этой ситуации? Я прошла так много размышлений на эту тему, в том числе и задаваясь вопросом, что же хотела эта ситуация мне показать, потому что я не такой человек, который опустит руки и будет думать, о боже, за что-то меня в жизни наказали. Но вопрос такой, почему это произошло и что это событие в жизни хотело мне показать, я сделала такой вывод. Спланировать в жизни всё нельзя, можно большую часть, наверное, но нужно понимать, что происходит в жизни что-то, что тебе не подвластно. И в этот момент, может быть, произойдёт что-то такое, что ты переосмыслишь всю свою жизнь. Ты должен понимать, что каждый день ты живёшь в соответствии со своей совестью. Ты должен понимать, что каждый день должен быть прожит так, как будто тебе в конце этого дня нужно будет подвести итог. И каждый день ты должен быть готов, что то, что ты сделал до сих пор, это было что-то, что ты хотел, чем ты можешь гордиться, чем ты доволен и ты просто счастлив. Вам не снится ваша авария? Наверное, потому что я не помню, она мне, слава богу, не снится. И очень хорошо, потому что это не то, что захотелось бы оставить в архиве воспоминаний. У вас есть конкретные последствия, которые вы чувствуете после физически? Да, у меня вся правая сторона в принципе была задета. У меня не так мобильна рука, у меня не так мобильна нога, у меня нерв на ноге. Пока ещё не реагирует, несмотря на то, что нейрологический институт тут над этим работал. И мы ждём ещё, у нас есть маржи полгода, чтобы посмотреть. Но в принципе есть ортезы, которые это всё делают коррекцию, скажем так. У меня был с дочерью философский разговор, ей присоединился сон, после которого у меня возникла мысль спросить её, ты бы захотела стать на 5 лет младше, но с условием, что у тебя же не будет этих травм, ты будешь как новенькая, она сказала, нет. Потому что благодаря этой аварии я поняла, что хорошо, что плохо, кто есть друг, кто нет, кто зрел и мудр, чтобы задавать вопросы по существу, а кто всё-таки занят мишурой. А сколько вашей дочери лет? Ей 14, она у нас такая маленькая бабушка, очень мудрая. Спасибо вам. Спасибо вам.